Волхвы Волхвы по Библии никогда не рассматриваются как положительные персонажи. От слова «волх» происходит слово «волхвовать», то есть волшебствовать. Если встречается слово «волшебство» 15 раз в Библии, то в крайне отрицательном смысле. Волшебник должен умереть. Никуда не отвлекайтесь, потому что поем все время. Говорят, переводчики неправильно перевели. Это были якобы люди, астрономы. Они смотрели на звезды, на движения. Ни откуда это не известно. Это были астрологи. Вот это подходит. Они по звездам определяют, кто где родился, какие события будут. Вот это астрологический календарь. В каждой газете почти можно найти сегодня. Но на них стали обращать положительное внимание только после того, как евангелист Матвея упомянул о них. Правильно ли он перевел, неправильно ли. Кто переводчики переводили, нам уже не судить. Мы принимаем как есть. Откуда они пришли, эти волхвы? Ян Затаус говорит, предположительно всего из Персии. А кто они такие? Это потомки Валаама. Об этом одинаково говорят святые отцы. Валаам, это был пророк Божий. Некоторые говорят, да он вот так делал, его убили. Валаама вздал. Да, вздал, у хороших людей бывает. А бывают люди бессеребренники, и они уже пророки. Не надо думать так, что у мусульман все их руководители плохие. Шейхи. Что у буддистов, у кришнаитов нет людей, которые живут свято. Еще поучиться надо. Буддизм может быть и породил монашество. Но пророков они дать не могут. Хотя иногда пророческий дух касался и их. Это житие Иннокентия Вениаминова. Притом это встречается неоднократно. Там какой-то волк, ясно, что волк, бьет в бобины. Знает, что совершенно не относится к христианству. И вдруг он говорит, к вам приедет вот такой-то. Начальник над попами, над священниками. Такое было. Валаам был в Духе Святом написан. И когда он был в Духе, он изрек пророчество на Израиле до сегодняшних дней. Это 1600 лет до Рождества Христова. Это современник пророка Моисея. Но когда Израиль начал захватывать территорию, он погиб вместе со всеми. У него главный недостаток был сребролюбие. Ну а теперь посмотри, кто виновен или не виновен. Сребролюбие. Мало, мало, мало. Люди много работают иногда только потому, что кажется, я улучшу свое положение. Вот из одного статуса перейду в другой. Из вариантов князья, из князья в бароны. И на этом заканчивается жизнь. Иоанн Златоуст высмеивает. У тебя есть имение? И ты его удвоил. Удвоено, надо еще раз удвоить. Уже в четыре раза больше. То удвоено и так. До тех пор, пока смерть не положит предел этому бесполезному занятию. Ты никогда миллиардером не будешь. И миллиардеры, как Березовский говорит. И когда мы стали баснословно богатые, мы начали соревноваться. А кто теперь еще больше заработает, как Чубайс? Это говорит еврей. От природы, знающий цену золота. Итак. Каким-то образом сегодня называют имена этих волхвов. Никаких данных нет. И мощи их находятся в Германии, в Кельне. Там переносили с места на место. Там такой хач к ним идет. Открывает раз в год доступ. Что у них осталось. Какие предметы. Поклонения. А это уже запредельно далеко от того, с чем они пришли. Золото ладан и смерть. Не им поклоняться, а они все сейчас перевернули. Люди, которые кланятся вещам, они этих людей даже не знают. Кому принадлежали эти вещи. И так. Волхвы звездою учатся. То есть они смотрели на звезду. Звезда эта может быть была от земли не больше как метров двадцать. Если она высокой, я говорю, полярская звезда сегодня надо мною. А другой за тысячу километров, говорит, надо мною и надо мною. Почему? Большое расстояние скрадывает. Поэтому она остановилась над домом. Над местом. Куда они ей пришли? Где они поклонились? Вот вопрос. В Яслях? Или он был в другом месте? Вот эти недоговоры позволяют как-то застыковать два события. Один говорит так, что... Матфей, Пастухам было сказано, ныне, то есть сегодня, вот сегодня как среда, 7 января 2015 года. Родился вам Спаситель. И вот вам знак. Какой это знак? Знамение. В Яслях. А почему в Яслях? Места не было. Богатые мало смотрят на то, как трудно выполнить их поручения. Вот как сейчас перепись идет, пришли переписчики, да, то отпускаются бюджетные деньги. А тогда было не так. Рим не отпустил ни одной копейки. Откуда ваши прадеды? Из Ефлеема. Ну и катись туда и там запишись. Поскорее, пока не арестовали. И он уже беременный, на сносях жену садит на осла и катит в Ефлеем. Ему Ефлеем и не нужен был совсем. Он жил далеко-далеко. И Израиль разбитый на 12 колен. Некоторые разъехались, обязаны явиться именно там, где прадед родился, где Давыд родился. Откуда ты? Из роддома Давыдова. Вспомните Иуда Бенгур, как он говорит. Все. Трудно тебе, нетрудно. Римская власть на это никогда не смотрела. Ну и советская такая же, и немецкая. И вот они туда пришли. Где они поклонились? Пастухи точно. Когда им не было места нигде, от непогоды, от дождя нашли место и в Ясельке, где скотине кладут корм. Так и называется Ясли сегодня. А после этого стали называться то место, куда ребенка кладут Ясли. Ясли не имело другого значения, как кормушка для скота. И вот они поклонились, пастухи, потому что в Яслях корм лежит. И никогда там женщины рождающей не было. Роженицы места всегда найдут. Но народу было столько, что гостиницы все заняты, негде было прислониться. Ответ один. Описание правильное. И они там поклонились. А волхвы где поклонились? Все отвечают, ну как где? Там где и пастухи. То есть в пещере. Пошли в дом. Ну да. А ангел ему где явился? Иосифу встань. Возьми младенца и беги. Раз сказал беги, а не иди, это означает поспешай. Уже мечи то четыре. Уже кони седваются. Беги в Египет, не иди. Откуда он побежал? Из пещеры? Верующий отвечает да. Ну а скажите, а как он там в Иерусалиме оказался с Симеоном, встречается на сороковой день? Что из Египта вернулся на сороковой день? Писание говорит, что он вернулся, когда услышал, что умер Иерусалим, искавший младенца. Но я говорю, два евангелиста по Луке, по Матфею никак не сходятся. Поэтому где поклонились волхвы мы не знаем, но ясно, что это было после сорока дней. Явно, что не в пещере. Иначе это событие нам просто никуда не вписать. Волхвы пришли с определенной целью. А зачем им надо кланяться? Потому что пророчество было сказано, вижу, восходит звезда от Израиля. Звезда, но не близко, 16 столетий впереди. И вот Иоанн Златоус это толкует так, что это были потомки Валаама, сына Виорова. И они пришли поклониться. Зачем кланяться? Цать. Не смотрите, что Израиль маленький. Что хотите узнать, Израиль какой? Посмотрите на сегодняшний Израиль. 12 миллионов. По территории. Территория Израиля меньше территории окружающих мусульманских стран в 500 раз. Не в два, в 500. Там по разу щихнули бы, его не было. И ничего не могут сделать. Одновременно договорятся Сирия и Египет. Все на него движутся. И все разбито на голландских высотах. Не просто разговор Америка. Тут сам Израиль. События так поворачиваются, что они будут склоняться к тому, как написано в Писании. Остаток спасется. Израиль соберется в свое место. Израиль показал силу в Маковейских, мы считаем. Он один десятерых побеждает. Потому что с неба воинство приходит ему на помощь. Ты можешь где-то воевать. Израиль не трогай. Ты можешь только благословлять Израиль. Это Писание говорит. Тебе жить надоело. Тебе охота, чтобы дело твое было разрушено. Тебе еще не надо делать. Сиди, проклинай евреев. Живи проклятые. Убили царя, Россию разрушили. Все. Я могу сказать. Крест ты купил себе. Ты хочешь, чтобы у тебя и при малых трудах твоих что-то было в достатке. Благословляй евреев. Потом Капавраама. Это говорит нам Святая Библия. И вот эти люди что-то знали. Где-то по наслышке, как Мухаммад. Что-то слухом было. Иначе бы он Исанью упомянул, Марьям не упомянул. Я говорю о Магомете. Он слышал. Он был купец. Везде ездил. Умный человек. Активный. И он что ухватил, то и в Коран занесено. К слову сказать, даже в Коране записано про семь отроков, которые уснули и через 300 лет проснулись. Это единственное место, на которое Коран ссылается и жития святых. Вот эти люди пришли и принесли золото Ладану Смирну. Вот это все мы истолковали. Золото как царю. Ладан как первосвященник. И священник как Адила. И Смирну как тот, кого убьют и нужно тело его помазать. Сходится. Но знали ли они это? Им Бог положил это? Ты думаешь, что взять? Ну, я думаю. Мои мысли. Они разговаривают. Ну, кто там называется? Валтасар. Каспар там какие. И золото он примет? Да что они примут? Хоть царя, золото примет. Они не знают, что эти люди совсем бедные. Ну, а Ладан? Ну, а Ладан то у них и делать толком не умеют. Наш Ладан то фашистский. Давай возьмем Ладан. Там маленькие где-то. Ну и Смирну. Ну, Смирну мы не знаем с какой целью употреблялось это горькое вещество. Но сделано было правильно. Я не думаю, что без совета один взял и пошли. Куда-то мы идем. Даже едем. Говорят, едешь на день, бери на двор. С зимы готовьте лего, а с лета сани. И они шли не один день. Считается, что речь идет даже не о месяцах. Пока подготовились все. Звезда появилась не тогда, когда Христос родился. А приведет когда и точно к тому месту, где он будет. Иначе бы они пришли, а Христа здесь и нет. Уже два года прошло. Так толкуют. Я говорю о волхвах. Потому что торгаши все исказили. Мало того, торгуют небольшими кусочками дерева. Это ясли, в которых лежал Христос. Поклоняются. Перо. У нас поклонение перо какое? Это к Деве Марии. Архангел прилетал и из крыла у него перо выпало. И вот его теперь показывают через стекло. Но это свойственно там, где нет Христа. Мало того, навоз, на котором ехал Христос. И тоже дорогой. Сосово-осла, на котором он ехал. Одно время показывали продавальность. Тьма египетская. Она такая была ощутимая. Ее в коробочке. Но открыть нельзя, иначе тут свет пропадет. Покупай в темноте. Кота в мешке. Вот все это сходится на том, что где нет Христа, там идет почитание другого. Вот сегодня в православии, кажется, нигде так не закрыт Христос, как в православии. Батюшка, батюшка, батюшка закрыл Христа. И это нормальное явление считается. Чтобы священник отвечал, так говорит Господь Бог. Вы это почти не услышали. Он говорит от своего чрева. Десятки раз выверенными словами говорит так, чтобы его высший сенат не прихлопнул и властям угодить. Волхвы ни на кого не смотрели. Как на них смотрели те цари. Ну мы цари, куда вы пошли? Кто-то же мог сказать им? Там же ему царю из Персии, где были. И тут они пришли. Они были простые. Но первосвященники-то все знали, когда вызвал их Христа в Вифлееме. На пророчество сослали. Но помогло им? Нет. Это книжные буквы. И это уже было повторено тысячи раз. Слово Божие читалось. Вот сегодня я спрошу, ты кончил высшее учебное заведение. Сколько предметов у вас было всего? От первого курса до последнего. Ответь, пожалуйста, Константин. Примерно. Где-то пятьдесят. Шестьдесят. С высшим образованием. Сколько у тебя было? Пятьдесят, он сказал. Пятьдесят. Пятьдесят. Совершенно правильно. Пятьдесят восемь где-то. Да, ну в каждом университете там может быть больше. У Израиля был только один предмет в университете. А один? Не на всех экзаменах. Богословие. Двенадцать за счет. Я захватил еще, когда к Баптистам Новосибирске приезжал какой-то профессор-венгр. И когда ему сказали, а вы могли бы сослаться на то, вот вы профессор, заслуженный, он приехал тут, кажется, по кедрам работал. Он говорит, а я действительно так и понимаю. А как понимаешь? Ну вот, говорит, написано. Слово Господне твердо, как луна. Я должен изучить луну. Должен знать астрономию. И люди ждали тысячелетия, пока не опустится там прибор, или не опустятся американцы, посверлить из картуха, какая она твердая луна. Давыд писал это. За тысячу лет до Рождества Христова он не знал этого. Что он мог знать-то, пастух? У него и образования никакого не было. Знать богословие, это значит, ты услышал про волхвов. Узнай, кто такие волхвы. Узнайте. Вот сегодня мне присылают стихотворение там какое-то. Волова волшебная ночь. И два раза слово волшебное. Волшебное, отрицательное никогда не употребляйте, кроме в том значении, в котором в Библии написано. Чудное может быть. А то волшебная ночь это мечта. Слово мечта только отрицательный смысл имеет. Так будет с теми мечтателями. Научитесь говорить критериями библейскими. И у вас будет тогда освящение света. Я начал говорить о волхвах. В положительном смысле вы нигде их сегодня не употребляете. Волхвы это колдуны. Единственный положительный смысл это в Святом Евангелии от Матфея. И на этом мы закончили. Мы не знаем где они были после этого. Кто их послушал. Как они ушли. И гнался ли за ними Ирод где-то по какой дороге. Все это скрыто и тема закрыта. Почему. Иоанн Златоуц говорит так. Когда спросили а где пророк Илья сейчас. Как он питается. Он же не умирал. Он говорит взят на небо знаем. А где и что не знаем. О чем Библия молчит о том не рассуждаем. У него такие знания были. И мирские. И ответ один. Не надо философствовать. Мяу. Я говорю о волхвах. Мяу. Мяу. Так. Ну-ка. Утишьте его. Он не знает как в обществе себя вести. Поговорите с ним. Он концерту будет мешать. Придется даже заняться. Доброе слово волхвы заслуживают на момент поклонения. И научитесь вычленять из биографии человека положительное. И хотя бы вся жизнь его была отрицательной. Нужно взять положительное как у Лама. Это Божий был пророк. А потом он пошел другим путем. Стребролюбием. Бог его отверг. И сегодня он только в отрицательном плане. Хотя пророчество Валаама никому не удалось повторить. Он видел Израиля. Глаза его были открыты. Открыты моком. Я взял оттуда название. Это из его слов. Но не близко. Если это относится к потомкам этим. От волхвов можем взять положительное. Это цель. Цель. Цель найти этого царя. И принести достойные дары. Вот. И на этом биография заканчивается. Ты подумай. Он тебе нужен этот волх. Вот с сегодняшнего дня положи это себе на сердце. Господи я хочу быть похожим на волхвов. В момент когда они тронулись пришли. Вот эта биография нам известна. Я ищу Христа и буду везде его находить и прославлять. И принесу ему дары. У тебя самое ценное что? Золото. Ну что ты за золото считаешь? Жену, мужа, детей. Что золото? Это все Христу посвяти. Ну конечно самое дорогое это семья. Ладан это твоя молитва перед Богом. И буду веренному до смерти. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Аминь. Спасибо Христу. Спасибо Христу. Спасибо Христу. Спасибо Христу. Спасибо Христу. Спасибо Христу. Игорь, иди снимайся. Снимайте как следует. Чтобы было как можно больше. Молодя больше не так. Пойдем на коленях даже, чтобы с собой не заслонить. Да, близко здесь на краю вот до сюда не садитесь. Потому что сейчас будут дети сценировку производить. Встаньте, эту скамейку подвинем к столу и зайдите с той стороны. Нет, это на нас не будет. Но это не зависит от близко. А ставить скамейка будет к столу. Давай, давай. Это просто больше будет. Уликайте, сказали. Вот это сказали надо. У меня нет ничего. Можно с этой стороны. Постарайтесь молча, не разговаривать. Предупреди. Так, постарайтесь не разговаривать. Предупреди. Сейчас дождем, чтобы вышли. Нет, не дожидайся. Такая шкафа садится. Он сдвинулся. Мамочка, откуда? Братья и сестры, позвольте представить вам наш скромный концерт. Дети очень хотели сделать инсценировку, которую мы не планировали, но решили ради детей сделать ее. Так, приготовили? Ангел? Ангел, ангел, ангел. Я хочу. Я хочу. Песня. 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 В пещере он слегка шает овёзд, И в снят лежит Христос. А слёнок носом тянется к нему, Звезда глядит во тьму. Вахвы горы свои унесут, За ними важно вслед. Вверху жиды на ноги ей идут, Звезда им дарит свет. В пещере он слегка шает овёзд, И в снят лежит Христос. А слёнок носом тянется к нему, Звезда глядит во тьму. Звезда глядит во тьму. Все, все выходите. Иди встань. Оля, вставай рядом с Акилиной, Или с Павлиной. Вставай, вставай. Контакты встань. Птичка. Птичка. Толкуясь, сидя у костра, Что мир погряз грехе и смуте, И что спасать его пора. Твою примет английский сроки, Когда явиться должен тот, О ком родины и пророки Твердят уже не первый год. Спит на заре, Твердиада еще не видит во снах, Как Божий Сын, Восстав из ада, Из души ских, Изгонит страх. И что разбятый перед ними, Своим народом на кресте, Он возвестит в новом завете О вечной жизни во Христе. Спит на заре, По воле Бога, Унизил грозди в звездный бус, Спит подпологом чертога И слях владенец Иисус. Великая радость пришла в те края, Молчание спали луга и поля. Вдруг все пробудилось в ночной тишине, Хор ангелов пел О рожденном Христе, Торжественно пел Небожители и хор, И повторили эхом Верхушки всех гор. Великая радость для всех на века, Кто веру примет Младенца Христа. Родился младенец, Хлево для овец, Людей возлюбил Вездесущий Творец. Ночь тиха, По тверде зыбкой Звезды южные дрожат, Очи матери с улыбкой В ясли тихие глядят, Ни ушей, ни здоров лишних. Вот пропели петухи И за ангелами вышних Славят Бога пастухи. Ясли тихо светят зору, Озарен морей лик, Звездный хор, Пеном у хора Слухом трепетным приник. И над ним, Говорит высока, Та звезда далеких стран, С ней несут цари Востока, Злату, Смирну и Ладу. Я солдат, не в артиллерии, Не в пехоте, Не в пехоте, Не в гавалереи, И я не пилот самолета, Я Иисуса солдат, Я солдат. Не стреляю я с автомата, Не бросаю в людей я гранаты, Но за то скажу вам, ребята, Я Иисуса солдат, Я солдат. Я Иисуса солдат. Я Иисуса солдат. Возвращайтесь. 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 Это мы перекор Кадыровым, да? О, Господи. Да. Маленький. Мы стараемся. Мы на благоресе подшагаем. Я дед. Да. А Келина. Да? Дедина. Да. Тихо. Высочи небесные, славит Бога Холл, и напев чудесный огластью постов, ныне радостью тебя Бог нас возлюбил. Пусть пославен будет Бога Мануил. Многие стоятья все поют о том, радостно насветишь Господом Христом. Аллилуйя. Аллилуйя. Станьте и пойдите в город Вифлеем, души усладите и скажите всем, спас пришел к народу, спас явился мир, слава вышних Богу и на земле мир. Там, где отдыхает бессловесная тварь, яслих почивает всего мира царь. Аллилуйя. Зажигались небесы ярко по ночам, отвечали на вопросы многим мудрецам. Но одна звезда большая удивила всех. На земле царя искали и смотрели вверх. Нет, те люди не ошиблись, точно был рожден. Иисус Христос, спаситель, царь для всех времен. Он божественные планы на земле открыл. На Голгофе не случайно подвиг совершил. К счастью, указал дорогу, чтобы нам вечно жить. Нужно только верить Богу и благодарить. Аллилуйя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ночь покрывает землю, и город безмолвно спит. А в яслях творец вселенной, плоды камеров лежит. В богатых домах, просторах, места Христу не нашлось. Родиться Ему попозже, в бедных и слях пришлось. Что принесем Иисусу? Что мы разделим с Ним? С радостью нашей души Спасителю отдадим. Мы не имеем злата или камней дорогих, но, к счастью, совсем не надо нашему Господу их. Сердце Ему подарим, очень Он любит нас, и потому Он даром всех нас от смерти спас. Аллилуйя! Золотые слова! С Рождеством Христовым! Я возвещаю великую радость. Слушайте, люди, родился Христос. Там, в Вифлеемском хлеву, в бедных яслях, Он нам с собой спасение принес. Вот на руках Его держит Мария, рядом Иосиф стоит вместе с ней. Он лишь младенец, но сколько сокрыто в этом рождении для грешных людей. Спей, Вифлеем, и не думай даже, что не такая, как вся эта ночь. Что-то случилось, особенно важно. Сына послал Бог, чтоб людям помочь. Вот пастухи, затаившие дыхание, слушают с трепетом ангельский хор. Выполнил Бог свое обещание. Он в эту ночь к нам на землю пришел. И поспешили Ему поклониться, сразу поверив, что Он царь царей. Да, это Бог на земле воплотился, чтобы простить и спасти всех людей. Поля, расскажи. Вот. 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 Вот и слома, родительство, сын, любящий, то дитво, летоделький, то, пищой, то, пасти нас, мы, я, золь. Слава летия Ему, по предальщему тру, одаряю сытюшую эту радостью большой. Это ангельские языки говорят. Ну, вы поняли все. Это все. Аллилуйя. Ателиша, давай. Ателиша? Да. Ну-ка. Водился Спаситель, Водился Христос, и пойте все люди, Он радость принес, Он нас избавляет, отживая греха. Без Бога на свете жизнь наша плоха. Лекуйте народы, лекуйте земля. Христос вам родился, скажу вам и я. Перейдите, склонитесь перед Господом вы. И Он вас напомнит, потому что у мамы хвалы. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарите. Это понятно. Слушай еще. Иди вот сюда, вы видите. Да, вот в углах. Кто ответит на вопрос, где родился наш Христос? Он родился не в роддоме, а в хлеву и на соломе. А когда Христос родился? С кем в хлеву Он находился? Он родился в Вифлееме, в зимнее ночное время, при мерцании тусклых свечек среди маленьких овечек. Как зовется мамота, мир, родившая Христа. Мать Христову мы все знаем и Марией называем. Расскажите мне о том, что потом был с Христом. На заре Терос Он жил, людям на земле служил, делал множество чудес, был распят, потом воскрес. Кто ответит на вопрос, где теперь живет Христос? В небесах Христос живет, всех людей туда зовет. Слышит ли меня Иисус, если я Ему молюсь? Для того Христос родился, чтобы ты Ему молился, для того Христос воскрес, чтобы слышать всех с небес. Аминь. Вставай. Вставай, песни, пожалуйста. Рождество Христов, Ангел прилетел, Он летел по небу, людям песню пел. Все люди, не бойтесь, все день, даже суть, и без Христова Рождества. Все люди, не бойтесь, все день, даже суть, и без Христова Рождества. Горячий от Бога Рождество принес, что в рещере теплой Рождества Рождества. Младенцу придите дары, принесите нового на рожденному. Младенцу придите дары, принесите нового на рожденному. Пастухи в пещеру Богу дали нам, вонарождённому. Вонарождённому. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте, подарки разберем, а Енафа останется, она хочет со взрослыми библейскую викторину сделать. Вот такие вот подарки. Передавайте сюда. Передавайте самым последним. Что последним? Саня, первым. Саня, подарком. Ничего себе викторина. Акелина, держи. Что сказать-то нужно? На поле. Всем, всем, всем. Я Арсению. Арсению, где? Держи подарок. Держи подарок. Что сказать надо? Это и всё. Это не круто, это и всё. Это и всё. Это и всё. Арсений. Ещё, всё. Так, давайте за столом поблагодарю. Сеня! Викторина, Викторина. Викторина, пожалуйста, узнать, где ты чайка. 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 Какая женщина была вдовой три часа? Как? Какая женщина была вдовой три часа? Мария. Подсказка из книги «Деяния апостола». А, «Наинская» тоже должна быть. Когда не пришли, имели. Какое женское имя наиболее часто упоминается в Библии? Какое женское имя наиболее часто упоминается в Библии? Сара. Сара. 60 раз. Какая женщина шила красивые рубашки и платья? Что означает имя Тамифа? Зазовите второе имя Есфирь. Как звали мать, которая, из сожаления, оставила сына? Анна, что ли? Нет. Мои какие-то сожилия. Самуила, которая... Мама Самуила, он не помню. А, Самуил? Ну, Анна это не Самуила. Нет, нет, Анна не Анна была. Подсказка, давай. Это из книги «Бытье». Мат Моисеев. Мат Моисеев. Мат Моисеев. А как ее звали? Ага. 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 А какой женщине дважды говорится в Библии? Раз после без имени, другой раз после смерти со своим именем. Мама, можно мне на улицу сказать? Ничего себе. А какой женщине дважды говорится в Библии? Раз без имени, другой раз после смерти со своим именем. А какая... Девора. Девора. Такая женщина, желая родить ребенка, постилась, молилась, плакала и, наконец, пророчествовала. Аминь. Да. Такая женщина предостерегла мужа Божьего от самоуправства. Абигея. Абигея. Кто от большой радости не пустил в гостя дом? От большой радости не пустил гостя в дом. Служанка рода. Да. Петра. Книга Исход. Такая дева со своим даром прекрасного пения явила примером служащим Богу. Какая дева? Марьян. Марьян. Марьян? Да. Девица из Ветхого Завета, отличавшаяся приветливостью и располагающей по себе характером. Из Ветхого Завета? Да. Из Ветхого Завета. А, Ракиль. 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 Три девица из Нового Завета, еще не забыты и являются примером для других. Одна смирением и послушанием к Богу, другая учение у Христа, третья своей богатого загражденной благодарностью. Кто они? Подсказка у них у троих одинаковое имя. Мария. Мария из Назарета, Мария из Вифани и Мария Магдалена. Две женщины одного имени. Одна служит семейству, а другая целому народу. Мария. 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 Одного имени. Как еще? Две женщины одного имени. Одна служит семейству, а другая целому народу. Мам. Мам. Там, на горах. Ой, да, плачет. Рахиль? Нет. Не надо. А из какой книги? Служу от ее плачет. Из бытия и судей. Судей? Из судей и бытия. Судей. Девора? Да, Девора. А, Девора еще раз. Кому имя? Призы раздавай. Кто остался благодаря тому, что привязал червленную веревку к окну? Ра-ха. 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 Кто остался жить благодаря тому, что сын стал царем? А есть не есть? Кто остался? Это книга-то сразу не забыла. А так ты хитрая подсказываешь. Да мы их тревожили. В тревожили. Сын стал царем. Сын стал царем. Герсавия, что ли? Герсавия, да. Еще и в переводе означает «звезда». Исфель. Да. Кто пострадал от своего непослушания мужу? И в той же книге. Ага. А, в той же книге? Да. Из книги есть. Жена. Жена. Вот она. А, это жена. Какая лота? Да царится Астинь. 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 Имя женщины, которая... Имя женщины, которая передрекла одного из судей Израиля в руки врагов. Передрекла одного из судей Израиля. В руки врагов. В руки врагов? Да. И судей Израиля? Иудив? Нет. Спасибо Христос. Боготирец. Самсонов. Далида. За какую женщину прятался полководец? Да какую женщину прятался полководец? За Девору. За Девору. За Девору? Да, за Девору. Какая женщина предсказала мужу поражение от врагов? Какая женщина предсказала мужу поражение от врагов? Из сверь. А откуда это? Из сверь. Из сверь? Да. Да, да. Шатри там. А жена этого, Амана, как её звали? Зареж, да? Зареж. Зареж. Назовите имя женщины, которая прибила ножом в врага. Ножом? Ну и из сверь отрубила. Из сверь. Айминь. Она пол. И Айминь. И Айминь. И Айминь. Как где это было? А Айминь. Каким ножом? Колом? Колом? Кого за грехи съели собаки? Точнее, ну... Изавель. Да. Какая женщина известна, как трогательно заботящаяся о свекрови? Ээээ, Найминь. Ой, Руф. Руф. Ну, правильно, за Найминь. Руф. Как звали прабабушку трижды помазанного? О, да. Последний вопрос. Трижды помазанного? А кротом так мазали, по обидам. Ну, не варитая. А бабка Давида пропала? Моя бабушка. Тоже Руф? Руф? Да. Всё. Спасибо. Бабушка, 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 бабушка. Подождите. Подождите, векторина какая должна быть? А, Давида? Да, мне сам узнал. Послушайте. Не викторина, а вопросы по Писанию. И то, что здесь отгадывают, это мало содействует тому, чтобы человек знал Священное Писание. Потому что простые слова можно так и повернуть, и даже не поймешь, о ком речь идет. А он рядом перед тобой сидит. Вот задают загадку. Кто дважды родился, а ни разу не крестился? Ну какой? Начинает человек перебирать все. Да никто. Петух. Сначала яйцо, потом из яйца выкнулся, а он не крестился. А я бы вопрос задал так. Кто дважды крестился, а ни разу не родился? Вот тут уже понятно, как надо подходить к Святому Крещению. Или вот мы идем дорогой с детьми. Так, что мы видим перед собой? Дети начинают соображать. Облака. Давайте, что в облаках сказано в Священном Писании? Вот теперь по всей Библии мы проходим. Мы идем дорогой просто за ягодами. Дорога. Где о дороге сказано? И что названа дорога, путь, как это к нам относится? То есть все, что он разгадает, он должен применить в своей жизни. Вот тогда это имеет смысл. А это, я знаю, это баптистские все штучки. Вот они задают вопрос. А когда Христос стоял на одной ноге? Вот так и ахнишь, Саня. Как говорят, а фонарить надо. А когда на осла садился? Так а почему ты решил, что он в столе? Его взяли и посадили. В ученике он не стоял. То есть это ничего не дает. Вот сидите сейчас за столом. И вот есть такая книжечка, она небольшая, называется «Один день святой жизни». Митрополита Григория Санкт-Петербургского до революции. Вот ты сел только сейчас, стол, и сразу у тебя молитва, Господи. И за столом, видимо, сидели и ангелы, когда приходили, не возбежали же они с Авраамом. И далее, что ты вспомнишь? А что на столе? Хлеб. Ну, он говорит, ты, женщина, стряпаешь хлеб. Пшениченки были поврозь, а теперь собрались размолотые. И мы также один хлеб перед Господом. От хлеба мы причащаемся, когда литургия идет. То есть у человека все время идет работа. И куда бы он ни глянул, у него на все есть слово и священное писание. Это знание писания. У него слово Божие живое действие, оно говорит. Это не загадка. Ты вот глянул на картину, и теперь подумай, Христа распяли. Кто его распял? Вот сегодня евреи добиваются то, чтобы изменили, уже не в Евангелии, только в богослужении, что не евреи его распяли, а римляне. Правильно, правильно. А зачем они об этом заботятся? Чтобы о них плохо не говорили. Это главная еврейская черта. Ты что угодно можешь делать, соревноваться в деньгах, но никогда нигде не говори. Они не понимают. Я себе говорю, ты Христа прими. Вы погибшие овцы Израиля. Христос пришел, и нет живых. Пришел к своим, свои не приняли. Как им сказать? Как найти к ним путь? Путь, дорога. Как к мусульманам найти путь к их сердцам? А если нельзя, что именно мешает им? Мешают иконы. Они иконы слышать не хотят. Я не говорю про мощи. Я задаю вопрос. Скажите, 2 миллиарда мусульман, с лишним миллиарда, если бы они были сейчас христианами, православными, это помешало бы? Ни одного взрыва нет, никому голову не режут. Ничего этого не было. И вы, если бы были православными, вы бы не завоевывали Казань, не завоевывали, как Ермолов, чеченцев. Ну, Хаджи Мурат, почитай Льва Толстого. Кавказский пленник. Вы дальше копните это все. А как теперь? А вот теперь и вопрос. В первую очередь, нам нужно перед всеми встать на колени. Перед всеми. Я знаю, не любят одного человека у нас. У нас даже не знаю, на кого она больше похожа. Ну, может быть, на Раисову Николаевну. Новодворская Валерия. Она сидела при всех, какие были правители. При Хрущеве сидела, при Бречневе сидела, при Горбачеве сидела. А за что она сидела? Она сделала, плакат вышла. Горбачев, вы хуже фашиста, вы разваливаете страну. Ее сажали, а сейчас ладошки хлопают. Ей задают вопрос. Она очень-очень грамотная. В чем мы должны каяться? В том, что вы маленькую Грузию льете на части. У них ничего нет. Без Абхазии она вообще никакая. Я был в Грузии, разговаривал. Я не оправдываю. Я просто говорю, нужно учиться смотреть. Она еще живая. Да она такая, ее матерят. Она говорит, меня бы выбрали президентом. Первым делом. И она, у них программа смешная, как у Жириновского. Но там столько заложено, прям бриллианты буквально есть. В первую очередь, принести покаяние на коленях в связях перед всеми народами. Вы думаете, Ленин случайно назвал Россию международным жандармом? Хватали все от севера до юга. Финляндия была в российской составе. Польша в российском государстве была. Порт-Ардур где? Ведь конца края не было. Хватали, хватали, лопнули. Одни эти убитейки покатились. Все кончилось. И мы должны в это слово путь разобрать, и ты поймешь, что в тебе столько нераскрытых талантов. Это для ребятишек. И они не ответят. Это надо все писание знать. Да еще, это узость мышления. Викторина – это узость. Я встречаюсь с близким мне человеком. Я не вижу, а Лефина где? Хорошие у меня люди есть. И он мне задает вопрос, человек этот. А вот как вы думаете это так? Я знаю сколько. 18 ответов. Он знает только один. Но я сразу начинаю с того ответа, который он не знает. А это вот это. Нет. Почему? А у него узость мышления. Секта – это узость взгляда на истину. Я говорю, как нет? А вот писание. У него не вкладывается никак. Я второй ответ даю, и на 18-е это отвечаю. О, вот это правильно. А не все ответы были правильные. Почему вымирает русский народ? А потому что не хотят замуж выходить. Только ли? А вы спросите попутно. Скажите, когда 17-18 глава Апокалипсиса говорится о Вавилоне. Пал, пал, Вавилон, великое блудество. Что это за Вавилон? Для адвентистов 7-го дня это католицизм. Хотя написано это город. Уже никак не католицизм. А им не надо. Они все зациклены на этом. Это католики. Это католики. Папа римский. Ну не продать не купить, а вы продать не покупаете. А написано, весь мир будет запечатлен. Что это за город? И почему Иоанн прямо не сказал бы? Это Рим. А в Риме-то как раз Нерон был. Это всемирное гонение было бы. И он, толкователь говорит, не хотел открыть. А теперь Рим. Рим все согласились. Но Рим пал. И вдруг возникает второй Рим. Новый Константинополь. Вы знаете, где это было? Дальше. С претензией на третий Рим претендует только Москва. Епифаний Славенецкий. Третий Рим, Москва. Четвертому не быти. А вот отсюда исходите. Какая участь уготована в Москве? Заново пересчитайте. В один час сгореть. Вокруг НАТО все. В один час. И народы мира, купцы посыпят голову, от нее обогащались. А может это Нью-Йорк? Да нет. От Нью-Йорка не обогащаются. Он грабит и грабит всех. Это от России все ресурсы, все растаскивают. И она на Семи Холмах. Как Глинка пишет, Москва Семихолмовая. Это Третий Рим. И Третьим Римом себя Нью-Йорк, Вашингтон не называют. Еще город Аман есть маленький. Это Москва. И она должна быть сожжена. Почему? Это предузнанно. А вы желали бы безумия. Как я могу желать? Никак. Но это занаряжено. И этого нельзя избыть никак. Это проекция того, что Бог назначил. И теперь вот она, тень приближается к столу, к истине. И так и будет. Это вот знание Писания. И тогда будешь знать, за что голосовать. Москва провалится. Под ней такие там каверры находят. Сегодня все это пишут. Она только сгорит. Она не будет потоплена. Она не провалится. Она только сгорит. Маленький-маленький намек. Есть, что будто появится возможность. Россия будет большой, великой и будет царь. Но это неизвестно, от кого идет. Это не Серафимово пророчество. А будет или нет, гадать не надо. Надо сегодня народ приготовить к великим, грозным испытаниям, которые грядут на Россию. Это самый правильный путь. Так делали пророки. Иерусалим просветает. Они говорят, Иерусалим будет разрушен. Камня на камне не останется. Что с ними делали? Одних перепилили, других в роб с грязью. Третьих вешали, сжигали. Что хотели, делали. Сегодня непопулярная мысль, что Россия отжила свое. Она ушла. Нет, тут 1612 Россия встала. Смутное время. Она не может повторяться. Она уже трижды повторилась. Четвертый круг пошел. Знать Писание, это его выпросить надо знание через святых отцов и жить этим. Вот к этому я и хочу, чтобы каждый направил свой взгляд. Как ты знаешь, оно живо и действенно. Тебя касается? Почему тебя жена не слушается? А ты сразу посмотри, почему? Как ты женился? По благословению, по прихотячей. Родители благословили, был ли ты венчан? А у меня сын не слушается. Да он нажит-то в блуде. Так а мы законны. Не венчанный брак, не законный. Наши родители тоже не были венчаны. Мы должны копнуть глубоко-глубоко. А почему они так? Все почему заканчиваются у престола Божия. На все вопросы. Там написано, любое дерево и листья его для исцеления народов. Вещь отсюда написана, болезни нет для исцеления. Это означает тончайшее разумение, листик, вот так вот, листик, листья, для разумения, почему это произошло. Почему именно в приеме? Вот вчера я смотрел долго, может слышали, отец Глеб Грозовский. Его обвиняют в педофилии, а он как раз был с делегацией в Израиле, и он остался в Израиле. Российская Федерация, Генеральная прокуратура запросила. Его, и они показывают, идет на ногах цепи, на руках цепи, значит, наручники. И вот они выступают, там, Андрея Малаха, все говорят, было, не было, по всем признакам ничего не было. Но он молод. Интересно, один мужчина говорит, ну, он занимался с детьми, он прекрасный футболист, но на исповедь к нему я бы не пошел. Он футболист, он никакой, ну, какой, охлобысти, но я бы не пошел к Ивану. Ну, клоун, играет, юродиво, пляшет, кривляет, ты какой это священник-то? Ну, вы знаете, я называю пигуны какие-то. Да, положено. Вот, и его, его сейчас, а почему он не приехал, обвиняет? Если бы приехал, вопрос был бы снят, а что я поеду, когда тюрьма впереди? Он правильно сделал. Написано, гонят в одном городе, бегите в другой. Глеб, звать его, всем помолиться за него. Он ко мне относится почти отрицательно, хотя меня не знают. Но на меня это не влияет, он меня не знает, но я о нем знаю больше. И он очень в этом нуждается. Вы помните, Филиппе Всеволод был, из-за рубежа, он книжки выпускал, и на него как тут ополчились, тогда я всех призвал на молитву. И скажи, от него все отстали, его сейчас нигде нету. А то было уже, без ножа зарезали. Он талантливый, все, но перехватил где-то край. А у этого, говорят, он занимался наркоманами, и там какие-то государства, большие средства. Ну, как листья его убили, за что? Деньги там, за рекламу-то, где застрелили-то. У этого точно так же. Мы не знаем, выступает его мать, мать Зинаида, матушка. Вот, и 9 ребятишек. И показывает, какая семья. Зачем он стал священником, не знаю. Он хороший футболист, ну, просто замечательный. И у него лагеря были открыты в Италии, в Греции, везде. И когда он ушел, кажется, с семьей, в это время не оставил старшего. И там будто бы девочки две сначала не пожаловались, а кто-то там вроде снасильничал. Сексуальные притязания были ночью. У нас, говорят, два этажа, на втором мальчик выступает. Говорит, ничего бы не было, мы же слышали, тут коридоры открыты. Не было. В это время считают, он в другом месте совсем был. Теперь вопрос, кому он помешал? Я не знаю, это гадать даже не надо. Но в этом есть что-то, чтобы... Ясное дело, что он раньше срока рукоположенный. Раньше. Он выступает, везде говорит, он с собой привлекательный. Понятно, что девочки смотрели, хвалили друг друга, а дальше начала уже раскручивать. Никто на него показать не смог. Ничего, недоказуемое. А было или не было, суд решит. Говорит, суд ничего не может решить. Это тайное и трудно разрешимое дело. Сексуальные притязания в ночное время, когда никто не видел. Что скажет, то и все. Это фильм, показывает американский. На него показали адвокат, кажется, называется. Адвокат дьявола. Вот как. Адвокат дьявола. Его судят. И судят за что? А он знает. Потому что ему дьявол подсказал. Такой адвокат. Он говорит, а в какое время им притязания были? Где? А ей поставили двойку, и она говорит, я его посажу. За двойку-то. И дальше она скрутила, и все. А ты с мальчиками встречалась? А он сразу рассеивается, снимки, и все. Но он от дьявола. Дьявол ему дает эти материалы. И он всегда этот адвокат непобедимый. За что бы он ни взялся. А эти адвокаты, они, может, не дьяволу, не богу, просто от шрева своего. Быть адвокатом, это надо иметь прозрительную связь с богом. И никого не бояться. Вот тогда ты будешь адвокат. Я просто называю. Вот это все надо взять из священного писания. Почему такой должен быть? Не угождай сильным. Окончательно решиться там. Не бери непосильное. Не вступай в тяжбу с сильными, чтобы не одолели тебя. Вот священное писание нам это дает предупреждение. А какой самый трудный вопрос? Самый трудный вопрос, не считая обращения, это женитьбу. Правильно, жениться. Женился на скорую руку, на долгую муку. Ведь раньше это не так было, что не нравится, я сейчас выгоню, другую возьму. Не возьмешь. Это не кусок зачерспелого хлеба. Навсегда. Одна. А вот теперь она не такая, уже все видят не такая. А выход работает. Ты голова, она тело. Да она не слушается. Другого выхода нет. Я еще тебе могу посоветовать. Не вздумай бить ее. Это самое последнее дело. Янгатаус говорит, и он ее так терзает, жену. Как будто, говорит, лев затащил жертву в свое логовище и там терзает. Выход только один. Через плохую жену ты Бога найдешь. Чаще на молитве будешь. Чаще молиться. Выхода другого нет. И в любом вопросе так же. Мне нет знаний. Я выпрошу у Бога, который дает просто и без упреков всем. Чтобы не были мы по-сектантски узкомыслящими. Бережили. Вот они гонят меня. А почему? Что им не нравится? Надо разобраться. А мне желательно, чтобы я нравился им. А я хочу того, чтобы так-то было. За этим еще может что-то крыться. Вради нам лучшие друзья. И поэтому вот эта викторина, что они, они играют. Это не сами они придумали. В аптиске вопрос. Она не маленько-маленько только тревожит. Она не знает, человеку. Он и сидит. У нас, говорит, еще не все ветки заед прочитали даже. Даже у нас в общине. Вот такая викторина, брат. Жизнь кончится, а ты со Христом не встретился. Не родился свыше? Пожалеешь? Зачем ты вообще на свет родился? Настолько это будет тяжко. А после смерти забегают. Умер, мы отпели. Мы сделали все как положено. Как раз сделали как не положено. Он не был рабом Божьим. И священник говорил неправду. По мене раба Божия Леонида. Брежнева отмечали. Когда во всех храмах молились за упокой. Ну, говорят, это Виктория, его жена. Причем тут жена? Еще коммунисты у власти были. В Покровском его отпевали. Я свидетель этому. А что нужно делать? Не участвовать. Не участвовать в том, что не по слову Божию. Вот это ты знаешь в Писании. Помочь ты ему не можешь. За гробом покаяния нет. Неверующий в Сына Божий не убить в жизни, но гнев Божий на нем. Твои игры, что ты что-то знаешь, это ничто. Совершенно ничто. Вот я сижу, разговариваю с директором. Он приехал, он сильный такой. А вот вы приехали на нашей земле здесь, на нашей, это Потеряевская, но тогда еще мы не получили землю. Ночь, костер, сидим двое его ребятишки. Я возьми и скажи ему из Давида, псалом, Господня земля и что наполняет ее? И вот скажи, ничего в этих словах нету? Его как будто бы перевернул, кто-то так повернулся ко мне. А как вы сказали? А он директор совхоза рядом. Я говорю, Господня земля и что наполняет ее. Она вам не принадлежит, она Господня. Он сидит, пошевелил. Ну ладно, я домой поехал. На все ответ, пока я с ним разговаривал. Вы разрушили нашу деревню. Вы коммунисты, он коммунист. Вы отвечать будете за все. Он на мои доводы, контрдоводы дает. Но вот я прилепился еще на писание. И кто это? Игонин Валерий Григорьевич. Главный зоотехник Мамотовского района. Бывший директор Катникова. Хороший человек, силач, чемпион по поднятию тяжести. Я не знаю, что за ним. Но здесь другое. Здесь другие тяжести. Здесь совершенно другой язык. Здесь другой план. Здесь другое лечение. У него нету веры. Но он приехал к батюшке и говорит. Вот у нас одна завелась там, говорит, колдунья. И она против меня и колдует, и скотина дохнет. А он зоотехник. Я ничего не могу сделать. Батюшка, дай мне какую-то молитву, чтобы я просчитал. Он не верит в это. Но ему нужна отмазка, чтобы другая молитва победила ту колдунью. Я могу назвать и колдуна, она тоже жена начальника. Но это не надо. Она живая еще. А как бороться с ней? В первую очередь повстречаться, поговорить. Может, она никакого отношения не имеет. Никакого. Вот вспомните Тихий Дон. Это Гришка Мерехов, когда родился. У него там дед-то был. Он турчанку взял, женился на ней. Скотина начала дохнуть. Она вечером выходит на родное, смотрит, где у нее там аул был, как ее приняли. Она только об этом думает. А ее увидел кто-то. Скотина начала дохнуть. Она колдовала. Она беременна. Ее вытащили, давай избивать. Но он-то, как услышал, выхватил шашку. Первого, кого увидел, зарубил сразу. Народ-то тупой. Тупой. Это Ян Экономцев говорит. Архимандрит. Дикий зол. Да кто его сделал таким тупым-то? Ты боишься колдунов? Не бойся. Подходя к двери, перекрестись и скажи. Утром отрекаюсь сатаны и всех дел, и у всех ангелов, и у всей гордыни его. Иди вперед. Никакой атом тебе не прилепится. Ты будь уверен в силе всемогущности Божьей. А самой и тот, кто победил весь мир. Вот как нужно. Смотрите. Какой подарок? Это еще не все. Тут еще и на спине что-то написано. Ты вот святые вам. Так, с Рождеством Христовым вас. Спасибо. Спасибо Христову. Слава Иисусу. Мне радостно. Цените то, что есть. Вон Сережа хочет все. Звонила моя мама сейчас. Вот как раз телефон-то звонил. Хотела поздравить. Ну, от меня... Ее поздравления. Она всем вам передает поклон. И благодарит. Фигнай Тихонович тоже поздравляет. И еще я на неделю уезжаю на учебу в город Кемерово. Прошу молиться за... С собакой? С собакой? Все время туда ездишь? С собакой? С собакой? Да, у нас там питомник. Передавали сегодня в 12, около 12 часов, по 24 каналу, по телевидению, будет большое интервью Патриарха. Дает он. 12 часов? Да, каналу Россия 24. Ну, да. Россия 24. В 12 часов ночи, да. Где-то приблизительно в это время. 24-й. Ну, посмотрите там сами по программе, да. Большое интервью Патриарха. На вопросы отвечает Патриарха. Послушайте сами, Патриарха, чтобы потом не говорили, что не слышали. А мы молились за... Молились за... Молились за... Вот я одесса... Молодцы, ты закончил. Где в однис присущественном рождает, и земляю в хепке преступному приносит. Ангелы с пасками слава слова, возбудутся звездною путешествую. На зло ради родися, о горячем ладо привлечный Бог. Слава Христу вовеки. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос.